Всем привет! Добро пожаловать во Влог на пару! У нас сегодня будет тихий домашний разговор. Блит-ап-рус! Басик, привет, привет, привет! У нас теперь все видео так начинаются. Базяка, брысь, брыська, 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 рыська. Ольга Кузина спрашивает, какой фирмой вы покупаете корм для собак? Мы, по-моему, уже недавно говорили. Ну, может, мы изменили. Нет. Мы продолжаем покупать хилс для мелких пород от года до шести. Маня! Она решила убить собаку, точно. Она прям на нее ложится и хоку. Да, и сейчас появился новый корм. Вот буквально, когда я бегала за кормом, купила еще и новый. Ну, старый, естественно, и еще новый. Вообще хилс, видимо, меняет, как ты всегда говоришь, ребрендинг проводит. Меняет весь корм и кошачий, и собачий. И кошки купили с рисом новый какой-то корм. И вот собаки тоже купила. Там один большой пакет покупаешь, второй в подарок. В общем, они новую вот эту серию таким образом внедряют. Так что покупаю хилс. Ну, покупаю хилс по привычке, потому что и предыдущим животным я тоже давала хилс. Только тех я кормила консервами. Да. А этих сухих корм с сухим кормом. Ну, кстати, у нас собака равнодушна, по-моему, к консервам. Ну, потому что ее просто не приучали. А те животные были сразу приучены к мокрому корму. Коту сразу сказали гурмет в консервах давать. И собаки тоже что-то такое сказали. Ну, в общем, все было в консервах. Следующий вопрос. Ольга Кайзер. Аня, расскажи, как ты делаешь макияж? Ольга, я не могу рассказать. Я могу показать. У меня на канале очень, ну, несколько есть, по-моему, 7 или 8 уроков, как я делаю макияж. Если вас какой-то конкретно интересует, скиньте мне видео, ну, в комментариях напишите. И, может быть, я все-таки сделаю урок по макияжу. В основном, если вас интересует макияж глаз, это все палетка Naked и все разные, всякие сочетания этих теней, которые там есть. Следующий вопрос. Сейчас очень многих стало интересовать, что мы сейчас читаем. Это периодически такой вопрос возникает, но у меня ответ не изменился. Я не то что читаю, я не читаю, периодически читая «Зов кукушки». Ужаска. Я временно тоже сейчас ничего не читаю, потому что очень какая-то такая непонятная жизнь. Доходишь до кровати и просто сваливаешься. Да. А мы в основном читаем перед сном. Мы в метро мало ездим, поэтому в метро мы не читаем. Ну, как-то днем тоже не читаем. В основном перед сном читаем. А я, если сейчас начну читать книжку, я просто на книжке засну. Ну, какой оскароносный фильм вы смотрите? А, это про меня, да? Да, я вот смотрю... Это Марина Романович спросила. Марина Романович, привет. Я смотрю, не помню, то ли девятый, то ли десятый. Девятую или десятую премию. В общем, получилось... Все какие-то грустные, мама, мне рассказывают, они все грустные. Ну, естественно. Нет, почему веселые есть? Про веселые ты мне не рассказываешь. Ты мне только про грустные рассказываешь. В общем, понимаете, то ли два, то ли три фильма мне не удалось посмотреть, потому что там какой-то очень дурацкий перевод. Ну, и, в общем, сложно мне было вот это все слушать. И качество фильма не очень хорошее. Я закончила смотреть фильм «Великий Зигфилд». И сейчас начала смотреть «Жизнь Эмиля Золя». Фильмы разные абсолютно. Вот фильм «Великий Зигфилд», он называется фильм-концерт, потому что он посвящен самому великому шоумену Америки 20-х годов, который, собственно, изобрел вот эти все лестницы необыкновенные, крутящиеся, вот этот кардебалет такой красивый, разодетый весь в шелка и в меха. Ну, примерно как у нас в «Веселых ребятах». Веселые ребята же Александров по американским фильмам ставил. Александров. Так что вот был веселый фильм, но закончился он грустным, потому что Зигфилд умер. И они считают, что это грустный фильм. Конечно. Грустный, веселый был фильм до этого момента. До самого конца был веселый. Я вам еще скажу сейчас. А мы вместе уже, мама смотрит оскароносные фильмы, а мы вместе с мамой начали смотреть «Бэндиану». По моей наводке. Мы сейчас смотрим… Я ее два месяца просила. Седьмой фильм. Нет, ну это на самом деле нужно посвятить себя. Их 24 фильма. Сейчас мы на седьмом находимся. И причем это не просто как сериал по 40 минут, а не там по два, по два с половиной часа каждое кино. Вот. Сейчас мы смотрим последний фильм с Шоном Коннери. И дальше… И мы даже не знали, что там был еще какой-то забегайка. Между Шоном Коннери и Шоном Коннери. Был какой-то забегайка, который вообще не похож на Джеймса Бонда, но ему… Он с ним целое кино. Он вообще все сломал. Он женился. Он потом не спас девушку, она умерла. Жену. Жену. В общем, он все испортил. Шон Коннери в следующем фильме появляется. Пришлось разбираться. Ё-моё. Что ж ты понаделал? Что ж ты понаделал? В общем, все. Такие фильмы эти про Джеймса Бонда, господи, они такие уже занудные кажутся. Просто тянутся, и тянутся, и тянутся, и тянутся. Невозможно. Особенно какой, шестой был или пятый, когда все под водой происходило. Шестой, по-моему. Как он назывался? Вот четвертый, а потом пятый. Оба под водой. Невозможно было смотреть. Безумно дорогие по сравнению со всеми остальными фильмами. Но все, знаете, вот такая музыка монотонненькая, и все в тишине с музыкой. И они там дерутся так, медленно, все под водой. Ой, а вы знаете, когда я училась в институте, мы же эти все книжки про Джеймса Бонда, еще там какие-то брали, только на одну ночь нам давали, и все это ходило по рукам по всей Москве. Вот я читала Джеймса Бонда в антисанитарных условиях перед институтом. Ночь не спишь, читаешь, читаешь. Потом уйдешь на эти лекции никак. В моем поколении уже такого не было. Конечно. Следующий вопрос. Что бы вы посоветовали в Москве по хорошему уровню отелей? Возможно, по расположению. А там еще про какую-то улочку. Где мы ходили? Какие отели там были? Это я не знаю про улочку. А где мы были-то? Цивилизованная какая-то улочка. Я не знаю. С несколькими отелями из начала видео. Мы можем вам порекомендовать только, наверное, известные везде отели. Мы в Москве в отелях не жили. Да. Мы можем просто порекомендовать вам те компании отелей, сеть отелей, в которых мы жили в других странах. Это тот же самый Шаратон, Интерконтиненталь, Holiday Inn. Это такой достаточно спокойный. Но Four Seasons, он просто шикарный очень. И Рид Скалтон тоже. Они просто очень дорогие. Вот. А Шаратон и Интерконтиненталь достаточно близко от центра находятся. Holiday Inn в основном находятся за садовым кольцом. И некоторые даже за МКАДом. Если вы хотите что-нибудь такое тихое, совсем спокойное, за МКАДом можно в Holiday Inn поселиться. Это такие хорошие 3-4 звезды. А так, в принципе, нужно набрать просто, наверное, отели Москвы и посмотреть, что вас устраивает. Ценовая. По цене самое главное. И по расположению тоже. Вот ты недавно смотрела в гостинице «Космос». Сколько стоит там? Там от 2000 номера. Двухместные? Да. В ДНХ. Ну, в ДНХ это как бы не очень удобно. Тем более, что проспект Мира. Кстати, там мы жили. Проспект Мира всё время в пробке. Это неудобно. Неважно, в метро сел и поехал. Ну, это всё равно неудобно. Причём здесь пробка-то. Неудобно. Очень удобный отель. Он очень хорошо расположен. И хороший отель. Мы там жили, правда, всего один день. От Эрифлейма мы тогда куда-то ездили. Так и в Холи-де-Инде тоже жила один или два дня. Ну, это мы на семинар ездили. Это действительно за городом было. Это неплохой отель. Кстати, там такие какие-то маленькие номера были. Ну, он такой вот. Он три-четыре звезды. Он такой. Ну, тихий, спокойный отельчик такой. Но Шаратон везде хороший. Если вы куда-нибудь поедете, выбирайте Шаратон. Шаратон всегда хороший. Итак, благодарности. Всё. 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 Благодарности. Ну? Что? Вы не знаете? Я благодарна, что я сегодня сделала за три недели первый раз маникюр. Вот у меня маникюрчик, маникюрчик. Вот френч маникюрчик. Наконец-то сделала маникюр благодаря маме, потому что она меня не просто сподвигла, она меня заставила. Ты просто её запозорила. Нет, ты просто меня заставила. Давай делать маникюр, давай делать маникюр. А я за что благодарна? Я сегодня молодец. Я вообще всегда молодец. И я рада. У нас на заднем плане бумажки какие-то, фигнюшки лежат. Ничего, пусть лежат. Как значит, гладильную доску нам не дают, посмотреть, а как бумажки могут. Там шкатулочки всякие. Так за что ты благодарна? За то, что я молодец. А? Оригинально? Ой, кстати, за что я благодарна? Дай-ка мне эту штучку. Телефон дай мой. Я сегодня очередной подарок получила к дню рождения от Ани. Вот такой, смотрите, кейсик. Для телефона. Вот за это я очень благодарна. Спасибо. Видите как. Подарки продолжают настигать меня. Напишите, пожалуйста, за что вы благодарны. Мы поздравляем брата Стаси с днём рождения. Круто. А что только брата Стаси поздравляем? Останавливайся. Счастья, радости. А мне не сказали, у кого ещё день рождения. И чтобы все мечты его сбывались. Я всем это желаю всегда. И Марину Миронову ждём возвращения. Марина сказала, что все влоги посмотрит, так что это тоже посмотрит. Я не читала ничего. В командировку? В командировку? А там интернета нет в командировке? Наверное, нет. Марина. Но мы уже вас приветствуем обратно. Вот. Напишите, пожалуйста, поделитесь с нами своими читалками, смотрелками, что вы читаете, смотрите. Может быть, нам что-то нужно как-то догнать. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.